видно ли меня слышно ли меня и если меня видно или слышно напишите пожалуйста в чате что вы меня видите и слышите итак коллеги приветствую я александр молчанов и каждый кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях получить сегодня подарок от вселенной также я напоминаю что полным ходом идет набор на онлайн-курс роман о роман пьеса в нашей сценарной мастерской который начнется в сентябре сентябрь октябрь ноябрь три месяца будем писать большую пьесу для большой сцены потом будем рассылать по театрам будем выигрывать конкурсы с тем чтобы в следующем театральном сезоне написать и увидеть вашу пьесу на сцене если вы хотите сделать это с нами в нашей сценарной мастерской прямо перед глазами у вас ссылка проходите и оплачивайте а мы продолжаем нашу наш с вами бесплатный онлайн-курс по написанию пьесы значит смотрите вчера мы с вами говорили о героях и у нас вообще в том как мы пишем пьесу я вообще люблю те кто давно мои курсы проходят даже если не учились в мастерской а просто читают мои книги читать посты читают вебинары они знают мой подход к вообще к структурирование информации да то есть когда ты имеешь дело с какой-то сложной системы если ты просто на нее смотришь да вот смотришь на то как писать пьесу например да ты видишь огромное количество пьес они все разные да вроде бы ничего общего между ними нет до что общего между дакетами шекспира и начинающий человек начинающий с драматург который пытается в этом всем разобраться да ему как бы вообще непонятно с чего начинать что делать и и как это самое да конечно можно упрощать максимально да как каляда говорит слева кто говорит справа кто говорит что говорит на самом деле все просто но не настолько просто все должно быть просто но не проще чем чем должно быть и когда начинаешь структурирует этот хаос начинаешь выбирать как бы что важно да и вот на этом важном выбирать какие-то базовые ребра жесткости да на которых мы можем опоры на которых мы можем построить нашу историю и первое первое так первое так первый уровень фундамента до первое измерение это герой да то есть мы составляем систему персонажей систему героев второе всего их три этих уровня и а третьим я расскажу завтра а второе сегодня и сегодня мы будем говорить о месте действий место и время действий кто-то называя кто-то называет это setting например да или в компьютерных играх это называют лара лоре но у нас все просто да место и время действий вот это второе измерение так сегодня будет короткий достаточно урок немного информации поэтому если у вас есть какие-то любые вопросы по теме урока то по теме нашего курса то пожалуйста задавайте я специально сделал так в середине курса более или менее легкий такой простой урок в котором мы могли бы при необходимости отвлекаться в любую сторону да вот только спрашивают скажите пожалуйста бан это предупреждение или исключение ребят я вам в начале на первом занятии я говорил что существуют определенные достаточно простые легко исполнимые правила участия в любых моих курсах одно из этих правил что не надо мне делать замечание меня это это не то чтобы меня обижает да мне это мешает меня это отвлекает да и если вы мне делаете какое-то замечание о том что там звук громко звук тихо да я говорю что-то не так да или еще что-то да то скорее всего не имеется ввиду что там звук пропал например или картинка пропала это не замечание это сигнал о том что нужно что-то с этим с этим сделать а если человек через губу мне пишет что там все хорошо мне нравится ваш тренинг но типа давайте вы будете там громче говорить или быстрее говорить или медленнее а то что-то мне там ничего не слышно блять прислушивайся если не слышно поэтому друзья мои я здесь хозяин на вот и поэтому вы здесь гости вот и правило здесь устанавливаю я вот и соответственно садиться себе на шею я не позволю все очень просто понятно ли это напишите пожалуйста в чате я вам вначале озвучивая правила я вам потом сказал что понятно ли вам эти правила вы мне написали да все понятно да мы сказали согласны с этим да и тем кто не согласен было предложено нажать на клеточку справа на крестик и покинуть тренинг понятно ли это еще раз спрашиваю согласны ли вы с этими правилами вопрос главный герой это ведь тот кто в процессе истории эволюционирует не обязательно не обязательно может герой может не меняться тоже здесь понимаете и у меня многое в разное время я по-разному представлял вообще как развивается как работает история если вы например читали мои книги да например тот же букварь сценариста у него есть три редакции первая редакция в которой он в интернете публиковался он до сих пор где-то существует в это в этом виде вторая редакция который через ридеро мы издавали вернее прото ридеро еще ридеро тогда не было саша касьяненко издавал третья редакция собственно эксмо да четвертая редакция еще есть потому что когда пить было переиздание делали они переиздание я попросил тормознуть и и две главы новых написал в книгу поэтому я у меня тоже представление меняется например у меня было изначально представление что герой обязательно должен меняться на что герой должен поменять судьбу сейчас я понимаю что вовсе не вовсе не обязательно да то есть герой может остаться в своей судьбе да то есть он может потерпеть поражение например тони сопрано да он никак не поменялся даже самооткровение никакого не произошло но самооткровение происходит у нас да то есть мы смотрим на него и говорим я не хочу быть таким как он или жил певчий дроз тоже нет никакого самооткровения нет никакого изменения поэтому может быть может быть вот и вообще это отдельный большой вопрос кто такой герой например в дату здесь мы путаем термины герой протагонист главный персонаж там и так далее так далее да то есть главный персонаж это персонаж который больше всего появляется на сцене да то есть больше всего на экране на страницах книги если это книга да например в game of thrones главный персонаж это карл тириан ланнистер герой там однозначно джон сноу и может быть может не могут не совпадать протагонист да то есть герой который персонаж который идет к цели да то есть на котором все структурно построено и герой то есть например в чапаеве протагонистом является фурманов а героем является чапаев поэтому все вполне вполне тоже так так такое такое может быть не сразу поймешь кто герой да герой что такое как нас учили в свое время на теории литературы на филфаке много лет назад 32 года назад что герой это персонаж который воплощает идеал автора я например у толстого герой это ну там у него он размазан немножечко там есть пленный мужичок я все время забываю как платон каратаев по моему немножечко есть вот это момент героизма в тушина и в какой-то момент мне кажется что наташа ростова пришла к тому что стала героем да не андрей балконский не пьер безухов да то есть пьер безухов это однозначно альтер-эго персонажа альтер автора да он героем не является но он безусловно является протагонистом этой истории так в отношении первого полного метра я слышала что нельзя делать сцены дольше двух-трех минут потому что станет скучно значит смотрите я не согласен с этим здесь важнее хотя опять же да есть самые разные подходы к размеру сцены ну например когда мы писали сериал побед для первого канала у нас была одна си у нас была рекордная серия в которой было 100 сц и была серия в которой было 70 остальных было поменьше да то есть там темп был абсолютно сумасшедший бешеный совершенно когда я после этого сериала следующий проект писал для нтв мне там просто ну такие типы ты чё творишь давай-ка это самое ты как бы у нас бюджета нет столько сцен городить давай-ка немножечко по помедленнее чуть помедленнее вот и американские сериалы кстати говоря там в среднем 25 26 в 50 минут на серии там довольно довольно медленно медленный вернее темп нормальный да он за счет скорости событий а количество сцены не такое большое вот поэтому может быть очень по-разному может быть фильм в котором одна сцена на весь фильм да например есть фильм хичкока веревка есть там не знаю макбет бела тары да там вес вот есть фильм русский ковчег да который вообще одним кадром снят там непрерывное время но там идут переходы из объекта в объект движется из зала в зал да то есть тут такой в серой зоне является это новые сцены или нет в принципе можно считать что является можно считать что не является поскольку времени прерывно но может здесь важно то чтобы у вас менялся темп что у вас не было допустим вот вы делаете у вас сцена две минуты хотя тоже такое может быть да например фильме момента да там прием то двухминутные сцены потому что герой помнит кусочек там помнит только две последние минуты ну это тоже там на самом деле плавает там не две в реальности секундомером посчитать там не двухминутные сцены важно чтобы разная была промежу продолжительность сцены были и короткие с и длинные чтоб не возникало ощущение что вам вот такими вот сегментами выдавливают информацию вот и например классический классическая вот просто эталонная сцена я не очень люблю этот фильм но он действительно мастерски сделан вне всякого сомнения фильм под названием статский советник по акунин режиссер если я не ошибаюсь филипп янковский там никита михалков числится художественным руководителем он сыграл одну из ролей такого мерзавца государственника а вот и там есть сцена если интересно просто вот найдите ее ключево одна из ключевых сцен где идет сцена допроса террориста мы горбунов зовут актера который террориста играет рядом там бондарчук такой с этой самой с тремя волосинами на лысине и ефремов значит хороший там набора актеров в сцене и там вот семь минут сцена если смотрели фильм сцена где михалков перепрыгивает через стол и вот он там излагает свое как бы кредо невероятно мастерский сделано 7 минутная сцена смотреть все время интересно вот если интересно найдите эталонная сцена или например сцена тоже я ее очень люблю фильме соррентина она фильм называется блин как же он называется не диво а скажите так я скажу на фильм про про берлускони там герой прототип берлускони он молнии самый известный фильм соррентина но там тоже есть гениальная сцена я ее много раз пересматривал сцена где берлускони приходит значит ну он сидит какой-то в полном изгнании политическом и ему надо переубедить каких-то депутатов принять какое-то решение значит ему приходит его старый друг и говорит слушай ты же продавец ты же этот самый ты ты продал там комплекс еще до того как его построил давай продать продай свою историю депутатом ну вот и он уходит и оставляет его 1 и и начинается просто кульминации просто одна эта сцена я считаю что вот из всего этого фильма войдет в историю кино когда он берет телефонную книгу набирает случайный номер да то есть делает холодный звонок там берет трубку какая-то женщина дать кто такой что 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 вы мне звоните и он начинает ей продавать несуществующий дом несуществующую квартиру несуществующим доме и он его ему ее продает то есть это я потом этот кусочек вырезал эту сцену и отправлял ребятам которые занимаются продажами они просто там открыв рот и посмотрели там ну просто вот все приемы снятия возражений там и так далее народ тоже найдите этот кусочек посмотрите не помню если мне кто-то сейчас в чате подскажет как фильм называется почему-то мне кажется что он называет типа лоры или как как-то в этом роде по и по кличке персонажа мне кажется он как называется и значит да тоже сцена длится где-то 67 все время про и что-то происходит все время интересно поэтому не не в размере сцены дело дело в том что происходит в вашей сцене да как там меняются события герои могут без конца конфликтовать как правильно двигать историю до поругались помирились поругались помирились дать должна быть все время раскачка по эмоциям плюс минус плюс минус все очень просто да все друзья мои спасибо что вы меня поддерживаете в этом немножко приходится время на это тратить да но опять же так поведение в конфликте может меняться с одного пункта на другой начали со столкновения перешли к сотрудничеству да конечно более того может переходить к сотрудничеству да и в хорошей хорошей пьесе в хорошей драматургии именно первое же движение в этом сотрудничество должно приводить конфликт конфликт да то есть конфликт сотрудничество конфликт сотрудничество конфликт сотрудничество посмотрите как мастерски это делает шекспир в ромео и джульетте где каждое движение героев да то есть они решают проблему и действие которое решает проблему приводит следующей проблеме просто гениально так и все время идет раскачка да даже знаешь если сюжет смотришь и понимаешь ну все они все хорошо придумали да вот они выпивают я тут просыпаются да и все нормально да ну каждое их действие приводит к тому что все идет все идет не так так сейчас как раз будем говорить вот хочется сделать ситуацию когда герой попал в место который как бы не существует да такое вполне может быть заброшенная деревня который нет на карте отлично отличная идея тости в облонский стоит я бы сказал так не стива там есть этот самый ну возможность его но мне кажется что там все-таки левин платон каратаев да можно ли место действия сделать как бы призрачным можно ростова тоже ростова ближе к концу вот когда она что называется как школьных сочинений писали превратилась в родительную машину вот в это время она становится этом самым так филипп вот давай пожалуйста давай мы с тобой договоримся поскольку я тебя знаю поэтому с тобой я ограничусь этим самым предупреждение если я тебя не знал я бы сразу же забанил вот комментарии в стиле это ерунда вот я только что сейчас вам блин объяснял что я не хочу у себя вот такого слышать а вот и давай пожалуйста не делает до сериальном формате просит не делать длинных сеток я только что блять только что я об этом сказал минуту назад что сегодня блять творится такое ребят вы просто с цепи сорвались какие как-то я не понимаю что происходит у меня такого никогда не было на тренинге чтобы не в мастерской не здесь чтобы люди вот так вдруг начали себя вести не отпускать такие комментарии филипп все уходи с тренинга и чтоб я больше ни одного комментария этого здесь не видел чтобы замечаний мне мне еще будут блин это самое замечание делать так все покидает нас великолепный да совершенно верно великолепный называется фильм так лора великолепный да по поводу протагониста и героя заметила что в немецкоязычных текстах в последнее время не делают различие между протагонистом и героем там всем всех называют протагонистами это неправильно это ошибка лора это есть великолепно так напоминаю о своей просьбе рассказать о работе с исходным авторским текстом при написании инсценировок значит смотрите как идет работа с авторским текстом да то есть мы авторский за авторского текста мы его раздеваем до скелета да то есть мы смотрим за счет чего нам эта история интересна да то есть например нам интересен герой нам интересен сюжет да нам интересна какая возможно нам интересна какая-то коллизия например в сериале военнопленную израильской израильском там главное что до главное то что человек вернулся из плена и оказался за вербов и непонятно за вербован он на самом деле или нет да интересная сюжетная коллизия да и в адаптации в американской там поменяли все вообще все кроме вот этой самой коллизии там и коллизию тоже немножко немножко поменяли а вот но мы смотрим опять же точно так же как мы с вами работали над сюжетом да у нас есть герой есть место действия время да есть сюжет есть события сюжета и мы раздеваем вот эту историю то есть убираем все лишнее оставляем только то что на и вот с тем что надо мы работаем то есть мы берем допустим у нас есть герой есть соотношение героев до их отношения друг с другом их взаимные какие-то до движения навстречу или от и дальше мы с этими героями их об обращиваем наращиваем на них на этот скелет который мы оставляем мы наращиваем мясо и таким образом мы адаптируем допустим американские герои становятся русскими до израильские герои становятся американскими да и так далее так далее мы их адаптируем на свою почву и кстати говоря что интересно что свои истории свои сериалы люди смотрят гораздо вот был действительно был очень короткий период когда довольно много адаптации у нас снималась и сейчас люди смотрят оригинальные в основном наши истории так окей хорошо перейдем дальше значит у нас есть три измерения герой место сюжет место действия есть есть такое расхожее выражение место действия как персонаж на самом деле это немножко не точно да поскольку вместо действия не действует она просто существует но тем не менее она не случайно да потому что она повышает степень важности вместо действия до персонаж да то есть вместо действия важно вместо действия не является персонажем на место действия точно также важно как персонаж и у места действия должно быть два свойства первое оно должно быть необычным да то есть в нем должно быть что-то что делает это место действия интересно да и нам хотелось в этом месте находиться нам хотелось его узнавать нам хотелось это место действия исследовать то же время место действия должно поддерживать сюжет то есть оно должно работать на сюжет мы должны понимать как она функционально устроена да и каким образом это его функциональная устроенность поддерживает сюжет да то есть если например на мы делаем историю про королей да понятно что это будет скорее всего какой-то дворец да то есть что то что мы ожидаем от дворца от короля но и в то же время да нам надо добавить туда какую-нибудь необычность как например там в одной из хроник шекспира есть сцена в борделе а кто-то я не помню точно кто по моему генрих 5 потому что я при нынешнем перечитывание я еще не дают до генриха 5 не дошел я только сериал британски до генрих 5 и соответственно но тоже здесь надо проверить что вполне может быть что там сцену в борделе сделали в сериале а в оригинале надо будет посмотреть где она в оригинале происходила может быть и не в борделе но интересно да король до принца в борделе или например гамлет до дворец эльсинор королевский дворец но в кульминационной сцене да там кульминация это не сына где все друг друга убивают да там кульминация это сцена мышеловка сцена где устраивается то есть главная идея этой пьесы до весь мир театр гамлет он устраивает театр он устраивает представление самое крутое в этой пьесе она гениальна не тем что человек расследует заговор тем что человек расследуя заговор режиссирует спектакль да и сам в этом спектакле играет и это вот как такой мета мета уровень да то есть театр в театре и вот дворец превращенный в театр и это это интересно это необычно я вам говорил про не помню вам по-моему говорил или в мастерской говорил про место действия дом где разбиваются сердца помните как выглядит этот дом этот дом в форме корабля дом виде корабля дом обычный объект корабль обычный объект дом в виде корабля соединение обычного и необычного то есть дом виде корабля это необычно это интерес это то что по-разному это решают на театре и Но, тем не менее, да, это сразу такой, сразу заявка на успех, да, необычный какой-то объект, в котором действие происходит. «Ромео и Джульетта», если бы действие этой пьесы происходило в современной или даже в средневековой Англии, то она не производила бы такого впечатления, да, но это романтичная Верона, да, то есть это такая Италия, идеальная Италия, Италия воображения. И она работает на, как бы, на любовь, да, много шума из ничего, город Мессина на Сицилии, да, то есть Сицилия – это такое мистическое место, да, то есть там ничего не случайно. Как вам это понравится? Это что такое? Это Франция, это Орденский лес, да, а дальше львы, да, то есть это какое-то место, которое находится на границе между реальным и неким волшебным, иллюзорным, воображаемым миром, да. Как Жак Философ говорит, да, надо уходить, нет, надо уходить. Ревизор, что такое ревизор, да, это губернский город, тоже такой гипертрофированный губернский город, да, то есть это не Санкт-Петербург. Дни Турбины, где действия? Киев во время гражданской войны, причем такой тоже немножечко такой идеализированный, да, такой идеализированный немножечко мир, в котором, вот в этом доме, в уютном доме, где люди собираются при свете ламп, да, и как-то уютно продолжают жить на пороге надвигающегося апокалипсиса. Бег, там 8 снов, там первые 4 сна – это Крым, да, там железная дорога, какая-то станция, я не помню, уже давно ее читал. Дальше идет Константинополь, два сна происходят в Константинополе, в Стамбуле, в нынешнем, потом седьмой сон – это Париж, да, то есть это, вот идет Бег, да, из Крыма Константинополь, там эти тараканы и бега, да, из Константинополя в Париж, и опять все персонажи перемещаются. Там тоже в этом есть такая французская немножко натянутая, там все персонажи есть в Крыму, потом все персонажи есть в Константинополе, и все, какова вероятность, что они все встречаются там, почти все встречаются в Париже. И последний сон – обратно Константинополь. Почему? Потому что Константинополь – это такой, и там Париж, кстати говоря, он тоже такой немножко потусторонний, да, ненастоящий, а Константинополь – это ворота между Россией и Европой, да, то есть это чистилище, да, то есть это такое место, где люди зависают в навсегда, да, то есть это история про бег, и это бег, такой бег на месте, да, то есть бег в таком бесконечном Константинополе, и вот там он и оставляет своих героев. Бедная в космосе, Курочкина Максима, космос, да, космос, кстати говоря, дает очень большие, космос, подводная лодка дает очень большие возможности для драматургии. Почему? Потому что все герои находятся в одном месте. Ты не можешь с подводной лодки деться куда-нибудь, да, из космоса персонаж, ну, может выброситься только в открытый космос, как у Казанцева в рассказе Афаэта. Вот, поэтому здесь то же самое. Вот необычные, интересные места, где могут происходить действия. И я вам советую в будущем, если вы собираетесь заниматься драматургией, внимательно читать эти самые, читать, обращать внимание на места действия, где происходит место действия той или иной пьесы. Итак, какие есть варианты? А давайте так, я вас спрошу. Какие вы знаете интересные места действия, где происходили какие-то пьесы или фильмы? Вишневый сад. Действия происходят где? В некой усадьбе, куда люди возвращаются, да, где они уже не жили. Вишневый сад, да, синяя птица Метерлинка. Может быть обычная квартира, в ней должно быть что-то необычное. Да, по вашей рекомендации посмотрела Экспорт Инрейн. Застрявший лифт, да, например. Сериал Локи, места пустота, да. Круизный космический лайнер в Авене-5. Так, 41-й остров. Да, кстати, замечательный пример, да. Два героя оказываются на острове, и они не могут выйти. В гробу тоже шикарное место, да, когда человек там в гробнице с телефоном и со змеей оказывается. Вот вам, пожалуйста, место действия, да. Например, герой. Фильм называется, я не помню, там 143 часа или 148 часов, сколько-то часов, да, где героя на скале зажимает камни. Да, и вот вам место действия. Классно. Так, загадочное место без окон выходов быстрее, чем кролики. Да, место, где проходит какая-то игра, да, например, в корейском сериале. Скажите, так я скажу. Юридическая фирма, которая обслуживает монстров и ведьм. Сознание человека в коме. Да, кстати, быть Джоном Малковичем, помните, да, все происходит. Как там есть сцена, где действия происходят в его голове. Зона в сталкере, место охоты лес, отель двух миров, плотяной шкаф. Да, мир, в который мы проходим через плотяной шкаф. Пустыня песок, киндзадзад, белое солнце пустыни. Двое на качеле, планета Саракаш в обитаемом острове. Вот, кстати, тоже шикарный фильм «Чародей» идеи, да, «Ничего». Тоже классная, офигенная, очень круто придуманная сеть. Дупло, подземелья, чердак, плавучий дом. Республика Шкит, место школы для трудных детей. Агенты Щит, расколотая земля в будущем. Так, Джоном Малковичем, да, называли уже. Психиатрическая клиника, полет на гнездом кукушки. Да, тоже крутой, необычный, метафоричный сеттинг. Необитаемый остров, вышка, собственно, вышка. Гараж, фильм, да, то есть когда все закрыты в одном помещении на неком совещании. Дом, который построил Свифт, да, сцена с лилипутами возле огромного стакана с чаем. Игра в кальмар, да, игра в кальмар. Автобус в пустыне, Джуманджи, коробка с игрой, бункер, титай. Вот видите, сколько мы с вами навскидку набросали разных интересных, классных сеттингов, да, где может происходить действие. Соответственно, и ваше место действия, да, оно тоже может быть работающим. И, естественно, у нас мы с вами еще в понедельник место действия заложили какое-то, да. Но я хочу, чтобы вы подумали, если есть это место действия, и оно вас устраивает, да, окей, то немножечко поработаем с этим местом. А может быть, мы можем его каким-то образом докрутить, адаптировать. Какие это места по смыслу? Вот по смыслу, что по функции, что это могут быть за места? Ну, самое простое, что напрашивается, да, это рабочее место, да, например, некий офис, где люди работают, завод, где люди работают, да, то есть есть какое-то место, магазин, супермаркет, место, куда люди приходят, клиника, где люди операцию делают, куда люди приходят на работу. И сразу же понятно, да, что связывает людей, которые здесь находятся. Это либо работники, да, либо, там, посетители, клиенты на этом рабочем месте. То есть вот рабочее место – это одно из самых распространенных мест, где может происходить действие. Дальше. Дом. Да, то есть какое-то место, где люди живут. Да, и, соответственно, там, кто боится Вирджинии Лук, да, действие происходит в квартире, куда люди приходят в гости. И в этом месте люди могут, опять же, да, каким-то образом, там, пересекаться и взаимодействовать. Ну, сложность здесь с домом, сложность в том, что не так просто ввести в дом дополнительных персонажей, да, и там очень часто возникает такая нарочитость, да, вот случайно шел, забежал к вам, и вот тоже я теперь участник этого действия, да, или я полицейский увидел у вас какой-то там, услышал шум, зашел посмотреть, что тут у вас случилось, да. Очень часто в доме сложнее свести всех персонажей. Очень редко бывает так, что всех персонажей естественным образом в каком-то доме у кого-то из участников можно свести. Поэтому проще, если это будет какое-то общественное пространство, да. Что это может быть за общественное пространство? Ну, например, кафе, да, куда может любой персонаж зайти поесть. Вокзал, да, супермаркет, аптека, спортзал, да, то есть какое-то место, где, куда люди приходят. И там какое-то время они проводят, и, соответственно, в общественном пространстве можно каким-то образом там пересекаться. Скажем, когда мы пишем сценарий или когда мы пишем роман, я рекомендую в мастерской задействовать рабочее место двух персонажей основных, задействовать дом, дома двух основных персонажей и задействовать какое-то общественное пространство, где они все могут пересекаться. Вот минимум для большой истории. Два рабочих места, два дома и одно общественное пространство для того, чтобы вы могли все, что угодно между этими персонажами действовать, производить. В одноактной пьесе, да, естественно, нам надо все это сужать и удавливать до одного объекта. Хотя, на самом деле, сегодня нет такого, да, то есть это все, все эти классические французские классистические места, единство места времени и действия, да, они все на самом деле сейчас уходят и совершенно спокойно, там, скажем, в убийстве герои легко перемещаются из места в место. Там постоянно меняются объекты, там, с киношной скоростью, поэтому вполне можно это, если там хочется менять объекты, вполне можно их менять. Дальше. Место, где люди оказываются принудительно и не могут его покинуть, да, то есть вот, например, тюрьма, да, люди попали в тюрьму, и вот они сидят и ждут казни, например. И дальше они каким-то образом друг с другом взаимодействуют. Выйти они не могут. Казарма, да, солдаты в казарме сидят, да, выйти они из казармы не могут. Тоже есть замечательные пьесы, где действия происходят в казарме. Школа, да, опять же, в школе заперты люди, да, они, идет урок, да, они не могут встать, просто уйти, и, соответственно, ну, со школой сложность в том, что там количество учеников надо, как-то уменьшать, да, или они становятся просто такими статистами в истории. В казарме тоже, да, чаще всего, там, условно говоря, там 5-6 солдат изображают из себя большое-большое количество солдат, да, то есть мы тут как-то редуцируем количество персонажей. Собрание, да, как в гараже. Вот собрались на собрание, один запер ключ, и запер дверь на ключ, и там ключ проглотил. Все, вы не выйдете отсюда, пока не закончите. Или там, не знаю, премии, например, гель, тоже собрание, и вот люди обсуждают, что с этой премией делать. Корабль или космический корабль, тоже мы плывем, и, соответственно, да, выйти можно только в одну сторону. И люди собираются, да, или в поезде, например, да, то есть некое замкнутое пространство, которое движется, и, соответственно, да, мы не можем там выйти и уйти, и случайным образом связанные между собой персонажи. И, естественно, выясняется, что они не являются случайными. Может быть случайное место какое-то, да, например, как у Каладеля, там, полуденный раздел, там, как это вообще, что-то там, берег какой-то, какая-то, станция заброшенная, да, и, может быть, вообще любое, любое место, на самом деле, не имеет значения большого. И это может быть стройка какая-нибудь, это может быть пустырь, это может быть какая-то, а, нет, подожди, не в полудинном разделе, в старой пристали. Да, в старой пристали. И, по большому счету, да, это место, оно, как бы, ну, вот случайно оказалось так, да, оно особо не задействовано, не вовлечено в историю, да, и для нас важно, что персонажи чувствуют себя неуютно в этом месте, да, это место для них не характерно. И, если нам нужно сделать какую-то экзистенциальную историю, да, то вполне можно героев вот в такое какое-то место, неуютное, непривычное место, где герои оказались случайно, можно, можно героев поместить. Дальше, потустороннее место, да, например, сон. И, соответственно, во сне там все, что угодно может происходить, и выглядеть он может как угодно. Чистилище, да, опять же, пожалуйста, все, что угодно там может происходить. Все понимают, да, не все бывали в Чистилище, да, но все понимают концепцию Чистилища, да, или концепцию рая, ада, да, пожалуйста, сделайте сцену в раю, пожалуйста, сделайте сцену в аду, вполне себе, и с этим тоже вполне можно играть. Воспоминание, да, то есть место действия вполне можно происходить в потустороннем месте под названием воспоминание. Параллельная вселенная, да, опять же, где могут быть вообще какие угодно правила. Единственное, что вам надо, если вы создаете какой-то мир, вам нужно придумать, каким способом сообщить данные об этом мире для того, чтобы было понятно и интересно. И, наконец, неопределенное место, да, то есть место, которое вообще никак не обозначено. То есть, например, в пьесах Беккета, да, у него там есть действия, есть пьесы, где никак вообще не обозначено, где происходит действие. Нигде! Действие происходит нигде. И дальше, что с этим делать? У разных авторов, разные авторы по-разному к этому подходят. Например, я вам поминал любимого у меня Бернарда Шоу, пьесы, которую я дважды перечитывал сначала на русском языке, а потом на английском. Вот, и с огромным удовольствием. И у Бернарда Шоу, у него всегда, он, я вам говорил, страдал от травмы, значит, литературности, и его театр очень литературен. Он очень театрален, там всегда есть что играть, всегда все очень хорошо сделано именно с точки зрения театра, но он и очень литературен. Там всегда очень много таких извилистых литературных ремарок, и описание предметов всех, описание объектов тоже очень подробно. Мне очень нравится, в одной из пьес у него, значит, идет такое описание объектов. Вначале он пишет что-то вроде, значит, действие происходит в обычной вилле, которую все из вас видели, и описывать ее нет никакой необходимости. Вы и так знаете, что это за вилла. После чего идет трехстраничное описание этой виллы. Вот, это очень смешно. Ну, он был такой вот, такой вот клоун, шут такой. Но все описания объектов у него предельно подробные. То есть вот тот и до. Это не значит, что он ждет того, что все это будет вот в точности в таком виде воплощено на сцене. Дело в том, что это как бы пьеса для чтения. Это пьеса не только для театра, но еще и пьеса для чтения. Его задача, чтобы читатель, читая через чтение этих описаний, да, он проникся атмосферой, чтобы он прочувствовал, как все это будет. И, естественно, чтобы именно эту атмосферу, а не конкретно там цвет обоев, им упомянутый, художник и режиссер воплотили на сцене. То есть важна именно атмосфера, и он ее создает. У Беккета вообще никаких описаний объектов. Просто ноль описаний. Вот что касается описаний мест. Насколько это понятно? Если понятно, напишите, что все понятно. Если есть вопросы, то задайте вопросы. Да, от заката до рассвета. Трейлер плюс барсмампир. Да, там два объекта. Классно. Так, есть. Все понятно. Теперь идем дальше. Нам надо будет с вами определить ваше место, где будет происходить ваше действие. Даже если вы его уже определили, я попрошу сегодня написать описание этого места по следующей структуре. Как называется это место? Есть ли у него какое-то название? Как оно устроено? Что здесь имеется в виду? Опять же, не цвет обоев, а что важно в устройстве этого объекта. Например, если нам нужен камин для того, чтобы сжечь там письмо, нужно кресло для того, чтобы его пододвинуть к стене и вылезть в окно, нужен стол для того, чтобы на столе, не знаю, сексом заняться или шпаги скрестить, значит, вам нужно написать это. И нужен шкаф, чтобы там спрятаться и подглядывать за всем этим описанным безобразием. Значит, вы описываете то, что у вас есть камин, есть кресло, есть окно, есть стол и есть шкаф. Какие это будут шкафы, как они будут расположены, да, это все уже не наше дело, да, дальше уже там режиссер и художник разберутся, да, то есть мы своих полномочий не превышаем. Но нам надо определить устройство, нам нужно определить, как этот объект будет использоваться, да, то есть что мы с этим объектом будем делать, как этот объект освещается, да, то есть что здесь окна, шторы. Для чего это важно? Это важно для создания атмосферы, для того, чтобы мы, читатели, понимали, чувствовали, какова атмосфера. И какое впечатление производит этот объект и за счет чего он производит. Например, опять же, если нам нужен, не знаю, средневековая комната какая-то, да, с деревянным столом, значит, массивным дубовым шкафом и окном с витражами, да, мы вот пишем таким образом. Мы не описываем, что витражи должны быть там розовые, да, а шкаф должен быть, там, не знаю, покрашен черной краской. Это не наше дело, да, но наше дело, чтобы это производило впечатление средневековья. И опять же, как вы понимаете, вполне может быть, что режиссер, там, и люди, которые реквизитором будут заниматься, да, не найдут деревянного стола, а поставят, там, не знаю, каменный стол. И это будет нормально. Или вместо, там, дубового шкафа поставят липовый шкаф. Или вообще вместо шкафа поставят, ну, не нашли шкаф, или режиссер решил, что должна быть не шкаф, а должна быть шторка такая, перегородка, да, портьера какая-нибудь, за которой человек будет прятаться, потому что это создает, ну, больше угрозы. Нормально, интересно, мы не спорим с этим полностью, полностью право режиссера, да, но если режиссер скажет, что здесь у меня будет шкаф из Икеи, да, а здесь у меня там еще что-то будет, то это, ну, это нарушит картину. Хотя, опять же, если это постановка, в которой времена смешаны, может быть и шкаф из Икеи, вполне может быть. И этот шкаф из Икеи, он будет обозначать дубовый шкаф. Более того, герои могут показывать на шкаф из Икеи и говорить, залезь в этот дубовый шкаф. И зрители заржут, но они примут это и скажут, да, ну, конечно, это же дубовый шкаф, нам же сказали, что это дубовый шкаф, какая Икея, о чем вы говорите. 16-й век на дворе. Но, тем не менее, да, можно и за счет этого, за счет контраста можно производить впечатление определенное. Театр – это сплошная игра. Но надо понять, какое впечатление вы своим объектом хотите произвести и за счет чего вы это впечатление хотите произвести. Насколько это понятно? Если понятно, напишите, что понятно. Это задание. Я вам текстом его потом скину. Если есть вопросы, то задайте вопросы. Есть, понятно. Теперь, что касается времени, уже совсем просто. Время действия. Какие могут быть варианты? Вариантов вообще не так-то много. Наши дни – прошлое или будущее. Причем это может быть прошлое, далекое прошлое или недавнее прошлое, будущее. Далекое будущее или недалекое будущее. Дальше. Может быть мифологическое время. Например, время, вот если кто-то, не знаю, вряд ли кто-то из вас читал здесь, но вообще кто-то может и читал мою повесть под названием «Коммунист». Она в Новом мире публиковалась, но я ее текст выкладывал, тоже в свободный доступ. Там действия происходят в 21-м году, но это не настоящий 21-й год, время гражданской войны. Это такое мифологическое время, то есть это время литературы и фильмов о 21-м годе. И на это там есть вполне такие… То есть там деньги не такие, какие были в то время. Там люди разговаривают не так, как люди разговаривали в то время. И это сделано, в общем, достаточно нарочито. Там по всему тексту разбросаны признаки того, что это не настоящее время, что я не пишу документальный роман о 21-м годе. То есть это такое время некого коллективного представления о 21-м годе. И там самое забавное, что когда на роман вышел и был номинирован, кстати, на большую книгу, вошел в лонглист. И после этого Литературная Россия, такое консервативное издание, написала разгромнейшую рецензию на полосу, где разбирала вот все эти моменты, разбирала, указывая это как на ошибки автора, который не знает время. Это было очень смешно, я получил огромное удовольствие. Ну и вообще от Литературной России получить разгромную рецензию – это погонный приз. Еще что может быть? То есть может быть время, может быть какой-то… Вот, кстати, у Фондорина это мифологическое время. И, кстати, вот чем дальше, в начале еще более-менее близко к настоящему времени. И он, кстати, в этом смысле очень сильно отличается от романов Юзефовича, который очень дотошно прорабатывает историческое время. И, ну, неважно, достаточно Юзефовича, как пример. И у Акунина чем дальше, тем время становится все более и более мифологическим. Например, весь мир театра, ну там понятно, про театр, там вообще время такое нарочито. Там постоянно идут какие-то отсылки к современности, да, то есть оно такое нарочито из сегодня написано. Такая нарочитоя проекция из сегодняшнего. Новый роман его не читал. И, может быть, неопределенное время, да, в котором мы не указываем, где, когда, что происходит. Да, например, в ожидании годов. Где, когда происходит время, в какую эпоху, в какой стране, в каком городе это происходит. Мы ничего этого не знаем. Тоже вполне может быть. Итак, вот вам домашнее задание. Домашнее задание. Определите, в какое время, из перечисленных вам мной, да, в какое время и где происходит действие вашей пьесы в таком формате. Как называется место, как оно устроено, как используется, как освещается, какое впечатление производит и за счет чего. Понятно ли домашнее задание? Если понятно, то напишите, что все понятно. И если у вас есть вопросы, я готов на них отвечать. Так, уложились с вами 53 минуты. Замечательно. Так. 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 Звуки можно использовать для создания атмосферы, как у Чехова звук, лопнувшей струны. Ну, если Чехову можно было использовать звуки, так, наверное, и вам можно. Конечно, можно. Да, любые звуковые эффекты и так далее. Радиозвучащие. Все это можно. Единственное, что знаете, что можно использовать те звуки, которые действуют в действии. То есть, там звук лопнувшей струны – это звук, который звучит в том мире. То есть, не должно быть такого. Герой бежит через сцену, звучит тревожная музыка. Да, или герой подходит к героине, звучит романтическая музыка. Да, то есть, когда вы даете указание режиссеру, какой должен быть саундтрек. Кстати, начинающие сценаристы тоже очень часто делают такую ошибку. Да, то есть, начинают вот эти режиссерские средства использовать для того, чтобы спрятать недоделанную свою работу. То есть, наша с вами работа – все, что происходит в кадре. То есть, все, что герои делают, все, что герои говорят. Все. Но не более того. То есть, мы не можем придумывать… Ну, это не наша работа. Говорить, что на поворотном круге только это надо ставить или еще что-то. Это все превышение полномочий. Все это не наша забота. Условно говоря, режиссеру делать указание панорамой это снимать или склейкой. На крупном плане это все должно быть или на общем. Но, с другой стороны, опять же, есть драматургические средства, с помощью которых вы можете управлять вниманием зрителя. То есть, если, например, вы говорите, что девушка теребит платок в руке – это крупный план. И, кстати, в театре тоже можно, девушка может теребить платок, актриса может теребить платок так, что мы будем видеть только этот платок. И ничего больше не видеть. Можно сделать и есть для этого конкретное совершенно ухищение. Если вам важно, чтобы она теребит платок, а при этом, например, смеется. Вот то, что я говорю, это Штамп Штампович. Над этим еще этот самый Акутагава еще смеялся. У него есть эсепа, этот платок. Я поэтому его и говорю. И можно сделать так, что зрители будут видеть только этот платок и не замечать ничего другого. И хороший автор, он всегда управляет вниманием. То есть, он всегда понимает, что происходит на сцене и где сейчас происходит главное событие. То есть, никогда не бывает так, что на сцене одновременно происходит три главных события. Здесь целуются, здесь дерутся, а там воруют бухло из буфета. Да, всегда только одно событие. То есть, если там воруют бухло из буфета, и мы должны это видеть, значит, здесь происходит что-то неважное совершенно, и мы не замечаем этого. Да, если тут дерутся, то значит, дерутся и одновременно, не знаю, стихи читают, как в Сирану Деберджераке. И все внимание будет на дерущихся. Вот, поэтому только одно главное событие одновременно в одну единицу времени происходит на сцене. Так, вопросы. Появилось уточнение, по-моему, месту. Не просто приемный покой роддома, а наоборот комната выпуска. Она нарядная. Очень хорошо. Очень хорошо. Да, то есть, если у вас там какие-то драматические события происходят, то замечательно, что там будет все. Там, добро пожаловать в мир и шарики, какие-нибудь, шарики, цветочки. Классно, супер. Очень на контрасте это будет очень хорошую драматургию создавать. Так, есть вопрос. Вы говорили, что время должно быть необычным. Что имелось в виду? Значит, смотрите, что должен быть какой-то зазор между временем, местом и сюжетом. То есть, не должно быть такого, что у вас и место, и время, и сюжет, они полностью соответствуют друг другу. То есть, должно быть какое-то необычное сочетание времени, места и сюжета. То есть, не само время должно быть необычным, непременно. А, например, ну не знаю, какой-нибудь сюжет, который нормально происходил в каком-нибудь 19 веке, вдруг происходит сегодня. Какой бы, не знаю, даже навскидку не могу придумать, что там. Такое характерное для 19 века. Ну, например, не знаю, берем сюжет царя Адипа и переносим его в наше время. Да, вот уже этого простого, опять же, я беру предельные какие-то вещи, да, уже этого достаточно для того, чтобы возник зазор между сюжетом и временем. И сразу станет интересно. Так, время через год после того, как ежик вышел из тумана, оно и неопределенное, и мифологическое. Совершенно верно, да. Да, вы правы. Пошла оплачивать курс. Самое правильное решение. Так. Герой в памяти, но говорит, не может только думать внутри на койке больничной. Как лучше вывести голос. Это, опять же, как вывести голос на экран, это режиссерское решение. Ваша задача, что он думает. Текст. Текст его мыслей. А как это делать? Может быть, знаете, не знаю. Актриса Алиса Фрейндлих будет ходить по сцене и читать текст с листа. И все две тысячи человек будут сидеть в зале, и они будут видеть умирающего человека на больничной койке и слышать голос внутри его головы. Это театр. Как сделают, так и будет. Как, например, я видел спектакль Васильева, где играла Алла Демидова. Спектакль назывался «Старик и море». И она просто сидела и читала текст. И мы видели что? Мы видели старика, мы видели море, мы видели рыбу. Вот не соврать. Я абсолютно пережил, да, то есть ты погружаешься в трансовое состояние, да, и ты не видишь никакой Демидовой сидящей и читающей текст, ты видишь море. Если бы он решил, что это будет, не знаю, артист Игорь Яцко, который будет плыть в лодке из двух составленных стульев, да, и размахивать авоськой, которая будет обозначать сеть, да. Опять же, я думаю, что талантов и Яцко, и Хемингуэя, и Васильева было бы достаточно, чтобы мы, опять же, видели все то же самое. Море, рыбу и старика. Так, дуэль. Попытка была в последней киноверсии Фандорина. Там все события в нашем времени с технологиями, но при царском правлении. Я уже не слежу, честно говоря. Мне кажется, лучшее, как раз таки, лучшее, что было по Акунину снято, это, как ни странно, этот статский советник. Курс по основам сценарного мастерства вернется в программу мастерской. Сложно пока сказать. Мне хотелось бы, чтобы дальше у нас было, чтобы мы дальше делали пьесу. Я очень хочу поток людей провести через нашу мастерскую, дать свои технологии, дать им свое представление какое-то о том, как это работает, да, и вот поток этих людей пустить в театр. Мне кажется, что это важно. Почему-то я чувствую, что это важно. Это важнее, чем еще сделать еще один базовый сценарный курс. А базу, я думаю, что часть какой-то информации я уже переместил в текст, в курс по сериалу и в курс по полному методу. И, возможно, я сделаю какой-то, может быть, вот такой же недельный бесплатник, на котором буду эту базу давать. Тоже вполне может быть. У нас был же курс сценарий за неделю. Вполне может быть, что он как бы тоже немножко преобразится, уплотнится, и основные какие-то данные, основные знания будут поделены между бесплатным сценарием за неделю и платным сериальным и полнометражным курсом. Думаю пока все, посмотрю. Возможно ли, что в первом акте одно место, во втором акте другое место, в третьем акте еще другое место? Да, более того, возможно, когда у вас в одном акте несколько мест действий. Например, в «Убийце» в моем, я не помню сейчас сколько, но там, по-моему, мест 10, не меньше. Там и автобус, и общага, и очень легко мы перемещаемся из места в место. Про Булгакова я вам говорил. Там 4 акта, там 8 снов. И там тоже идет первые два акта в Крыму, третий акт в Константинополе, а четвертый, сейчас, подождите, да, третий акт в Константинополе, четвертый акт, половина акта в Париже и половина акта в Константинополе снов. Да, то есть даже в пределах акта можно перемещаться из одного места в другое. Все, есть, друзья, договорились. Большое вам спасибо. Я прошу у вас прощения за некоторую свою несдержанность в начале, но надеюсь, что вы с пониманием отнесетесь. Я, как бы, по форме, может быть, надо было быть все-таки более сдержанным, но по существу я не, от своих слов не отказываюсь. Раз уж вы пришли учиться, да, то надо учиться, а не заниматься херней. В целом, я хочу, чтобы те, кто там в мастерскую планирует прийти, да, чтобы вы понимали, что это не то, как я обычно веду занятия. Сильно надо, ребята сильно постарались сегодня, чтобы меня вывезти. Про пьесы. Театр – это то, что всегда живое и более взаимое. Я вам больше скажу. Я люблю театр. Я считаю, что даже плохой театр очень сильно действует на зритие. Мне часто случается иметь дело с плохим театром, но, тем не менее, и плохой театр – это все равно театр. Да, это все равно, что как в церковь прийти. Один священник хорошо проповедь читает, другой читает плохо, да, но церковь, она всегда церковь. Для меня театр – это всегда театр. Театр – это храм. Не случайно театр называют храмом. И хорошая пьеса, хороший спектакль по хорошей пьесе – это всегда мистерия. Да, вот, кстати, раз уж мы про Васильева заговорили, да, он много занимался мистерией, и он как раз, вот это его концепция, да, театра как религиозного действия. Я с этим согласен абсолютно. Я считаю, что любой театр, даже если дурацкая комедия какая-то, это действие близко к религиозному. И оно на общество, театр, воздействует гораздо сильнее, чем литература, чем кино, чем все что угодно. Не случайно МХАТ. Да, не случайно. МХАТ – это одна из тех институций, которая изменила страну в свое время. Вот, и поэтому то, что в России такой развитый театр, развитый, сложный, интересный, разнообразный, да, это очень сильное наше конкурентное преимущество. И этого нет нигде. Да, есть прекрасный театр. В Польше я от Гротовского, я вообще просто фанат, я считаю, что 21 век – это век Гротовского. Вот, и меня тоже много ставили в Польше. Тоже как-то так получилось, что именно там стал я знаменитым польским драматургом. Ну, вот. Люблю британский театр, люблю немецкий театр, но наш театр – это, ну, как бы, о чем тут говорить? Великий русский репертуарный театр. Ну, и я бы сказал, что не только русский, да, а вот все постсоветское пространство там везде, везде продолжает оставаться и существовать, и жить достаточно мощный, на очень высоком профессиональном уровне театр. Потому что я… Это не модно сейчас, да, но украинские драматурги абсолютно выдающиеся. Курочкин, там, не знаю, один из… Максим Курочкин, один из трех, наверное, великих, великих современных драматургов. Пришко, Белорусс, тоже величайший драматург. Коля Халезин, мастер, тоже непревзойденный, на мой взгляд. Ну, вот, поэтому… Хуже знаю, что в Казахстане, хуже знаю, что в Узбекистане, да, но вот эти очень-очень мощные. Прибалтийские, Прибалтики тоже все хорошо с театром. Меня нервирует, это очень хорошее замечание, кстати говоря. Театр, он и должен нервировать. У Гаров очень умел это делать хорошо. Много бываю в маленьких городах России, обязательно хожу там в театр. У нас, кстати, очень много таких территорий, да, где в маленький театр ты приходишь, и там это никакая не провинциальность. Вот в Володе, я жил в Володе, у нас там было типа три театра. Драмтеатр, который классической драматургии, и там были большие пьесы по четыре часа, большие спектакли, трехактные, там, Ведекинда ставили, там, и так далее. То есть непростую драматургию. Второй Борис Гранатов в Тюзе, он до сих пор руководит Тюзем, он делал такого Мирхольда, да, ревизор гениального. Ревизор оставил пушкинскую дочку, вот, и, да, а это небольшой провинциальный город на 300 тысяч жителей. Плюс еще были там небольшие театры, были антрепризы, где тоже были достаточно интересные и высокопрофессиональные спектакли, да. То есть наши любительские театры, наши провинциальные театры, они абсолютно не провинциальные. Вот Старый дом в Новосибирске, это что, провинциальный театр? Ну, это мирового уровня театра, абсолютно. Я тоже видел их спектакли, и труппа там, сильнейшая труппа просто мирового уровня. Абсолютно выдающийся. Ну, про Каледу театр, про Каледа театр я вообще не говорю, да. То есть это тоже мирового масштаба фигуры на мой взгляд. Так, у пьес биографии те же законы. Да, совершенно верно. Так, двойное место действия. Может быть одно воспоминание героя, второе, собственно, сцена театра, где он стоит, рассказывает? Да, вполне может быть. Тоже есть такой прием, есть такая пьеса про Захера Мазоха. И есть фильм, который снял Поланский. Кстати, очень неплохой фильм. Собственно, действие происходит на сцене, да. Да, появляется персонаж, да, там, я не помню точно, как там вначале сделано, там что-то типа кастинга, да, идет отбор на главную роль. Да, и постепенно человек преображается, превращается в персонажа. Очень хорошо работает. Что насчет Франции? Ну, я был в Авеньоне, я не сказал бы, что он огромен. Он, это, ну, такая французская, французское событие, я не сказал бы, что это мировое событие. Франция не сопоставима с Россией по степени театрализации. Франция, Франция это страна с богатой театральной историей. Французский театр я видел, и я не скажу, что современный французский театр заслуживает мессе, что называется. Ну, так, пренебрежительно прозвучало. Я думаю, что есть там тоже события какие-то определенные, да, но с польским или с немецким театром не сравнен. Так, спектакль «Всегда живой» зависит от того зрителя, на который он пришел. Это так, да. Хороший спектакль. Вот вы очень хорошо сказали, это хорошее очень замечание, что хороший спектакль терапевтичен, а плохой диагностичен. Плохой, а плохой спектакль тоже можно очень хорошо подумать. Я и в Новосибирске, да. В Новосибирске вообще шикарный театр. Вот Дарья пишет, я согласен с этим. Мы делали в Новосибирске, мы в старом доме, в театре «Старый дом», мы три года назад делали проект «Дисциплина». Десять пьес ребята написали, по-моему, все поставлены. По-моему, две пьесы в итоге из этого в Новосибирске поставили. Так, как Угаров объяснял свое неприятие музыкального оформления спектакля? Ну, странно, как этот вопрос подразумевает ответ. То есть, если вы знаете о том, что Михаил Угаров объяснял свое неприятие музыкального оформления спектакля, вы знаете и то, как он это объяснял. То есть, Угаров был фанатом документального театра. То есть, театр «Дог» создавался как театр «Догмы». То есть, вот «Догма». Поскольку театральное искусство в то время, как он считал, и на самом деле, в общем, это было заметно, оно немножко поизносилось, его надо было обновить, а вот он считал, что документальный театр – это способ обновить это дело. И в документальном театре, естественно, как в «Догме», там нельзя, мне кажется, он под большим влиянием «Догмы» это все дело придумывал, нельзя использовать музыку, кроме той, которая звучит в кадре, то есть там была запрещена закадровая музыка. И вот он это как бы делал. Но Михаил Юрьевич, почему он великий организатор? И почему у него получилось это делать? Потому что он был очень любопытен. И он позволял в своем театре любые эксперименты. И он, как только возникало какое-то правило, вот ввели такое правило, не используя музыку, закадровую музыку. Кстати говоря, когда убийцу вставили, там музыка была на сцене. То есть там на сцене сидел человек с гитарой, была написана музыка, и он играл музыкальную партию, играл саундтрек, который сопровождал весь спектакль. Весь спектакль. Очень, кстати, круто было сделано, но очень крутой музыкант. И вот как только правило возникло, ему сразу же хотелось его нарушить. И, например, в том же театре Дог был легендарный спектакль под названием «Зажги во мне огонь» или «Зажги мой огонь». «Light my fire». И там что только не было. Там вообще инопланетяне появляются потом в конце. Так что тут все с Угаровым, все не так просто, как кажется. «Русский липератор и портуарный театр есть феномен всемирного культурного значения». Это так, да. Ну, давайте не будем обесценивать другие феномены, потому что есть восточный театр, японский театр, есть французская и итальянская опера, есть британский сатирический острый театр со своей традицией. Я не прошла тогда в дисциплину. 600 человек не прошло тогда в дисциплину. Там, по-моему, больше 700 заявок было. 10 человек всего отобрали. «Можете ли вы посоветовать топ-3 книжки для драматургов? Как доп. литература Косу?» Да, могу. Есть как раз вот ровно три книжки есть, которые я рекомендую прочитать. Это книжка «Драматургия Александра», по-моему, его зовут, «Волькенштейна». Книга 1938 года. Ее не переиздавали с тех пор. Но она есть в сети. Я ее покупал тогда за какие-то сумасшедшие деньги. Аж 2000 рублей я за нее заплатил. Но сейчас ее добрый человек какой-то ее отсканировал и выложил на рутрекер. То есть, можете найти в сети, она есть и прочитать. А в мастерской я эти три текста просто даю. И те, кто оплатил курс, там заходите, там сразу есть список литературы. Есть тексты, файлы просто можно скачать и их прочитать. Значит, это книга Лаеша Эгрии «Искусство драматургии», по-моему, она называется. Ну, неважно, у нее одна эта главная книга. И книга Эрика Бентли «Жизнь драмы». Лаеша Эгрии «Искусство драматургии» и Эрик Бентли «Жизнь драмы». И Волькенштейн «Драматургия». Вот три книги. Прочитайте все, больше ничего не надо. Все, что надо, все в них есть. Все самое главное. Так, окей, все, давайте заканчивать. Большое вам спасибо за ваши вопросы. Большое вам спасибо за работу на курсе. И увидимся завтра. Домашки выполняйте здесь в комментариях. Кто, кого, может быть, я сегодня взбодрил настолько, что поняли, что все, надо идти в нашу мастерскую, надо идти с этим нервным, амбициозным и яростным мастером. И подавайте заявку, оплачивайте, и начнем потихоньку разминаться. И увидимся завтра в 12 часов. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok